Ну, мы до основной части дошли, поэтому сейчас, в прошлый раз, вообще, только теорема глуподопроектности была. Сейчас до основной части дошли, поэтому, мне кажется, это уместно как раз участвовать. Тезис доклада на Конгрессе. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, это короткая статья на 10 страничек, и там, ну, очень сжато все, ну, доказательства полностью, все идеи изложены. Как это переводится? Атактная геометрия. Ну, от размера межности. От размера межности 3 к высшим размерам. Да, там повышенные тоже сказали. Есть несколько попыток это более подробно изложить. Значит, первая попытка это лекции. Я знаю. Ой, почему так получилось? Вроде бы. Ну, это была какая-то школа у них. Там есть, ну, как-то вот оно по-другому немножко, больше детали. Есть статья. Ну, это как бы, я плохо это знаю. Вот есть семинар Гурбаки, и очень часто можно увидеть, как будто бы содержание доклада. То есть, как будто бы человек выступает на семинаре Гурбаки, и к этому прилагается обязательно что-то типа статьи с содержанием доклада. Я, наверное, несколько раз такое встречал просто, но я не знаю, как это реально происходит. Может, там есть журнал, типа, связанный с семинаром? Ну, может быть. Вот. В общем, Винцам калерным. Ну, вот излагал как раз теорию Мужуру. Ну, и тоже как бы... Там тоже больше подробностей. Да, это типа труды семинара. Мне кажется, что там лучше, вот здесь как-то более подробно. и менее в сторону, чем... Она по-французски или нет? Да, она по-французски. Ну, с первой и третьей. Да. Она немного затрудняет чтение. Ну, некоторые люди говорят, что Google Translate отлично справляется с французскими статьями. Вот. Ещё есть... Если вот как бы просто гуглить, то натыкаешься на обсуждение на Mass Overflow. Есть такое обсуждение на Mass Overflow, где человек выражает... Он спрашивает, вот есть теорема Жиру, а вот где доказательства? Кто знает. Ну, ему там отвечают. И вот Mass Overflow говорит, что вот он полностью доказательства разбирал, но есть. И он неоднократно обсуждал его с Жиру и все детали. То есть было видно, что Жиру понимал, что за каждым словом, фразой состоит некая история. То есть Жиру понимал, что там очень эскизы. Но тем не менее, в общем, все есть. И также Mass Overflow говорит, что, пожалуй, ни одно доказательство... Ну, пока доказательства не записано. То есть он считает, что вот это тут нет доказательства. Я так... Ну, почему тут доказательства я более-менее понимаю? Там, как иногда говорится, ну, типа очевидно. Вот тут... Я только вот сегодня нашел эту статью. Точнее, я когда-то одного находил, но забыл. Ну, там, где-то десять назад, грубо говоря, находил. Чуть-чуть почитал, но потом забыл. Вот. И тут вроде бы все хорошо. Ну, не знаю. Вот Mass Overflow считает, что оно не нравится. Вот. Есть еще... Вот в сентябре появилась статья. Вертези с автошей. Так, ну, как у нее там эти расставления я не помню. Вертези и Лиска, по-моему, может быть... Нет, забыл второй раз. На архиве? Да. На архиве недавно буквально появилась статья, где просто... Вот, оказывается теория Мажеру в частном случае, когда контактная структура тесная. Ну, они говорят, что вот у них, как бы, доказательство такое, что не нужно ничего придумывать, там, с углами не надо ничего. Как бы, в рамках классической теории выпуклой поверхностей буду не доказать. Ну, в общем, вот есть... Как бы, народ не отпускает. Ну, хорошо, вот давайте начнем обсуждать. Показать сюда. Ну, понятно. В общем, если есть какие-то вопросы, в общем, надо задавать, обсуждать, потому что тут много талии у нас было. Которые стоило бы еще и написать по-хорошему где-то. Итак, значит, сегодня... Значит, пусть есть трехмерное контактное многообразие, замкнутое. Контактная структура коориентирована. Доказываем, что есть открытая книга, совместная с этой контактной структурой. Значит, первое вспомогательное понятие – это контактная, полиэдральная. изменение. Ну, это такое небольшое обобщение о треагуляции. Сейчас напомню совместно. Переплет жанра? Трансвесаре. Есть поле Риба, которое… Значит, трансвесаре. Трансвесаре на всем внутреннистым страниц и сонаправленно… и касается к переклету. Да. Поле Рибы. То есть, наоборот, переклет трансвесаре. Да, трансвесаре. небольшое обобщение триангуляции ну то есть во первых это клеточное разбиение приклеивающие гоморфизма все инъективны то есть близко к треангуляции ну и можно сказать что кусочно гладкие даже ну в общем такое то есть вместо тетраэндров там будут возникать чуть-чуть более какие-то сложно подробно не стоит обсуждать что такое контактное полиэдальное разбиение любовь и в роли жандрова значит это сразу сразу взрывает мозг первое же условие почему давайте представим себе линк вершины на вот вершины из нее как-то выходит ребра и если возьмем маленькую сферу то на сфере возникает граф одномерный и пересечение шара с триангуляцией это такой конус над этим графом вот а теперь нам говорят что любое ребро ребро лежантра в частности все они должны касаться контактной плоскости вот вершины триангуляции ну то есть такая картинка будет существенно искажена но тем не менее топологически никаких проблем нет то есть получается что вот если мы будем это рисовать на сфере то получается что все вершины расположены на экваторе вот и между ними как-то ну ребра вот так ну в принципе ничего страшного непривычно ну тут как-то разделен на многоугольники сфера разделена на треугольники и здесь везде сейчас а тут тут кстати углы все углы вот эти картины чего линка да линка линка углы не нулевые вот эти да сейчас нет углы как раз сейчас скажу давайте подумаем про углы ну тут все таки все кусочно гладко вложено возможно не можем сейчас сейчас подумаем что стоит сказать про это может быть стоит сказать что они например не нулевые если это возможно если это возможно добиться сейчас есть какой-то запрет на то чтобы этот угол был не нулевой а ну правильно тут потому что тут мы же касаться должны у нас уже есть два направления значит наша грань она то есть все двумерные грани они друг друга касаются в вершине триангуляции ну из гладкости ну в принципе ничего страшного ладно не может тут видимо не требует чтобы углы были не нулевыми они все должны касаться все двумерные грани автоматически касаются в вершине вершине триангуляции вдоль ребра как бы вдоль ребра совершенно зачем просто вершине как бы тут же сфера линковая вот эти вершины как бы не рисовало это не настоящая вершина ну да 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 в принципе вот эти углы могут быть больше пи даже у двумерных граней вроде бы ничего такого вот колен на его третья работа в списке была почему-то очень хочет чтобы у всех трехмерных клеток двугранные углы были меньше пи вот он хочет запретить такие больше пи углы ну я не понял где это используется и зачем но в принципе это легко обеспечить так что можно подразобьем есть что есть можно с этого разбивать можно да но мы как будем стоить передраем взбиение мы возьмем триангуляцию потом я чуть-чуть подразобьем в общем это будет легко обеспечить но почему-то я не знаю зачем это но вот колен требует чтобы двугранные углы были меньше чем пи ну вот хорошо вроде бы если тут больше нет вопросов значит вот любое ребро лежат вот тут я в прошлый раз пытался как бы немножко подробнее этот момент осветить и не преуспел из-за того что я заранее не подумал про край у меня в в голове была картинка что ну на крае можно всегда сделать все особенности эллиптические ну вот эти вершины типа вершина вот у меня это была картинка и на самом деле эта картинка верная только для гладкого края вот а в общем случае ну давайте я сейчас скажу пару слов скажу давайте я напомню какое у нас было препятствие к выпуклости вот у нас лежандра в край лежандра в край лежандра в край в вершинах в углах неизбежно особенности сидят ну мы можем добиться того чтобы особенности было конечное число и я напомню что мы очень сильно боялись вот такого соединения я напомню что значит все значит мы здесь рисуем на поверхности слоение контактное да которое происходит из пересечения контактной структуры контактной плоскости с поверхностью и это слоение оно ориентировано и ориентация как на нем возникает во первых у нас контактная структура коориентирована поэтому слоение коориентировано здесь и плюс поверхность ориентирована вот и мы очень боялись вот такого соединения потому что поворот не в ту сторону и это противоречит выпуклости и возникает сложность смотрите вот представьте себе такую ситуацию вот у нас есть какой-то диск вот у него границу мы шевелить допустим не хотим ну потому что вот она лежандрова вот потому что у нас это у нас будет несколько двумерных граней мы просто не можем независимо у нас несколько двумерных граней имеет общее ребро мы как бы одну двумерную грань с ее границей пошевелим чтобы там что-то хорошо добиться да но мы остальные испортили поэтому нет границу мы не шевелим значит смотрите значит вот здесь у нас касание и здесь касание а вдруг вот у нас был изначально такой диск что он вот в неправильную сторону крутится от одной вершины к другой к соседней ну просто вот количество суммарное количество оборотов вот с плюсом что правый винт получается и тут мы вот хоть в лепешку ошибемся как там будем крутить диск по середине мы ничего не сделаем потому что как мы в прошлый раз обсуждали вот все типы соединения особенностей дают либо ничего если значит если одного знака особенности вершины или седла не имеет значения то значит тут контактная плоскость не крутится где-то 0 если от плюса к минусу то это минус 1 левый винт и ну а от минуса к плюсу это то что мы боимся и вот единственная ситуация возможно это вот вот и ничего не поделаешь вообще надо что-то делать по-другому надо все таки в этом случае менять границу да вот это единственная ситуация которая нас не устраивала я в прошлый раз сказал что надо все сделать особенности типа вершина и в этом случае тоже не получается по следующей причине вот давайте представим что здесь положительная особенность и здесь положительная особенность и вращение здесь вращается ноль и и все и ну как бы вот посередине все особенности должны быть с плюсом ну потому что ноль если будет плюс минус плюс минус плюс минус то вот у нас будет вот как бы плоскость будет крутиться все время левым винтом и набегать минус а если ноль то вот здесь обязательно будет надо седло ну допустим вот эта вершина и вот эта вершина чтобы от одного к другому перейти здесь должно быть положительное седло которое вот не дает вот на повороте так что прошу прощения ты все таки шевелил просто разграницу можно было а тут нельзя вот да значит там было такое движение хорошее когда седло превращалось в внутреннее седло вершину да и вот это вот движение оно возможно в очень определенной ситуации оно возможно если но допустим вот здесь был знак положительный да у седла значит ну если мы прям в общем здесь тогда тоже положительный должен знак иначе бы как бы совсем наоборот это движение как бы небольшое не настолько большое что надо поверхность на полоборота вот здесь тоже положительный знак значит вот из положительные вершины листья выходят значит они тут выходили то есть сезло на границе можно превратить вершину только если из него выходят слои а если в него входят то все ничего нельзя плохо если она была между двумя плюсами а из плюса выходит она вот такая не может быть между двумя плюсами потому что ну вот здесь вот такая не может быть между из вершин плюсов выходит из вершин плюсов всегда выходит а седла значит есть отталкивающие сепаратрицы есть притягивающие ну вот в общем вот клинический факт то есть седло можно превратить в вершину только если вот здесь выполнены условия на ориентации если вдоль края оно обталкивающее значит вот почему там слева и справа не могут быть плюсы но это если оно седло положительное может быть притягивающим вот как здесь да да к нему не применима эта ситуация почему ну вот я начал сначала тут лучше не было допустим у нас получилось а все у тебя положительное вершин да потому что вершина тот же знак поэтому вот в общем этот трюк который вчера ну неделю назад озвучился он у него есть граница применения очень суровые вот значит в принципе вот это вот единственное что нас волнует на краях давайте разрешим остальные соединения выпуклости не противоречит и прекрасно вписываются в эту картину но все-таки что делать значит ну если возник какой-то неправильный прокрут то надо его все-таки устранить значит для этого нужно стабилизировать вот это ребро ну вот ну сейчас мы сейчас сейчас это сделаем так третье условие это что любая экран содержится карта дорбу ну карта дорбу это значит что это кусок R3 в котором контактная форма задана DZ ну на самом деле это как бы тут сказано может быть с запасом по-моему в дальнейшем от этого используется только то что она там тесная что внутри триграни нету переключенного диска как-то не заметил что что-то еще использовалось так ну вот как ну давайте докажем что вообще контактное разбиение есть значит ну для этого возьмем любую треангуляцию ну в окрестности вершин сначала в окрестности вершин сделаем ее чтобы все ребра и все метные грани касались контактной плоскости ну и выходим ну там можно выбрать координаты в которых контактная структура задается стандартным образом вот и можем явно предъявить значит как треангуляция ведет себя в окрестности вершин ну так радиально расходится вот ну и дальше как-то их надо соединить значит здесь что используется что любую кривую можно приблизить лежандровой кривой ну давайте вкратце обсудим почему допустим у нас выбраны выбраны карты выбрана карта и координаты координата z что контактная форма записывается дз плюс бета где дбета это форма площади на плоскости о и и бета зависит только от и пусть есть какая-то кривая на плоскости дбета это форма площади вот и нам нужно это приблизить как-то лежандровой кривой но если мы ну мы можем считать что проекция кривой регулярно то есть нигде дифференциал не обращается в ноль это без проблем вот саму кривую мы взять не можем потому что ну вообще говоря не можем потому что у нас z вдоль лежандровой кривой определяется однозначно да и у нас конечно проекции лежандровой кривой и данные совпадут но z будет отличаться вот для этого надо как бы делать поправку то есть вот мы идем вдоль кривой потом допустим z слишком сильно разошелся ну без проблем давайте начать давайте крутить круги в какую-то сторону z выровняли прекрасно идем дальше ну как только в общем там расхождение набегает можем так вот покружиться на месте и в общем любую кривую можно приблизить вот тем самым как бы совершенно нет препятствий в цену да это приближение в цену да как виды из этой картинки это приближение в цену вот значит реангуляция мы такую сделаем теперь насчет любая два грамма выпуклого вот вот здесь нужно избавиться от ну то есть можно вышевелить диск чуть-чуть в c1 чтобы было конечно нечто особенностей но на границе возникает есть вот такая пакость для этого нужно сделать стабилизацию ну стабилизация это вот как раз добавление вот этого одного прокрута то есть вот то есть вот один покрут давайте нарисуем чтобы была была какая-то кривая а мы ее заменили в такую вот и мы можем вот допустим мы ее меняем вот только вот здесь а дальше мы можем как бы значение оставить таким как есть для этого нужно интеграл от db чтобы по этой дуге был такой же как вот по этой дуге вот то есть можно сначала добавить петельку маленькую а потом немножко подвинуть в сторону кривую чтобы интеграл опять стал таким был вот давайте проверим правильно ли я картинку нарисовал да значит значит интеграл от db вот как тут да вдоль вот этой кривой в таком направлении он отрицательный это отрицательный обход интеграл от db отрицательный значит прирост z будет положительным значит картинка неправильная вот такая картинка вот и значит как изменился коэффициент самоза зацепления ну что имеется ввиду под коэффициентом зацепления то есть мы хотим мы вообще исправляем количество оборотов контактной плоскости значит 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 у нас вот эта дуга она имеет два оснащения да это называется оснащение контактная плоскость в каждой точке еще плоскость значит которые приходят из поверхности и еще контактной плоскости вот мы их сравниваем кто больше оборотов сделать вот ну на этой картинке у нас контактная плоскость трансферсальная ДПДЗ грубо говоря можно с ДПДЗ сравнивать значит вот такой перекресток добавился он отрицательный ну и поэтому количество оборотов вот он уменьшится на один и вот эти прокруты которые в положительную сторону вот мы как раз стабилизациями мы понижаем количество оборотов можем довести с того чтобы вдоль каждого ребра оно стало не положительным значит мы это как бы мы можем считать что у нас ребро к ребру применяется изотопия вот ну и все грани которые к нему привыкают как-то там меняются вот ну главное что мы потом мы снова сделаем их выпуклыми это не суть главное что количество оборотов подправили все хорошо значит теперь у нас такая ситуация не возникает дальше ну и все собственно и у нас поверхность будет выпукла так кажется я кое-что забыл очень существенные условия да значит третье условие любая три границы содержится в карте дарбу ну это чепуха то есть не чепуха как-то легко легко добиться надо чтобы тетраэдры исходной треангуляции были достаточно мелкие да подчинены покрытию картами дарбу атактного многообразия а вот условия которые я забыл значит вот если d это двумерная грань число творчественного беникена и двумерная грань должно быть равном минус 1 значит число творчественного беникена это как раз количество оборотов которые делают атактную плоскость относительно вот оснащение которое из двумерной грани приходит из поверхности вот если вот полностью один круг сделать ну мы про это число можем пока только сказать что оно не положительное больше ничего значит то есть мы хотим чтобы она не слишком сильно крутилась только на один оборот ну вроде бы понятно что обратно стабилизировать ребра скорее не получится потому что ну потому что много грани прилегает к одной к одному ребру ну допустим у нас число творчественного беникена допустим минус 5 ну то есть где-то тут вот ну еще перекрутили да можем обратно попытаться сделать дестабилизацию а она может просто не найтись это просто физически может быть невозможно то есть поэтому делается другая вещь вот давайте возьмем нумерную граф давайте посмотрим как выглядит вот этот граф из положительных и из особенностей значит я напомню что граф мы называем граф жиру просто давайте вот так и называть граф жиру значит в него входят особенности и замкнутые циклы притягивающие отталкивающие если цикл есть то он как бы это просто цикл графа отдельный ни с чем не соединенный вот значит и положительные вершины соединенные ребром как бы вершина это вершина а седла как бы играют роль ребра граф жиру вот эти вершины а положительные значит седло того же знака соединяющие вершины одного знака это ребро значит первое что хочется сказать что нет притягивающих циклов ну это вроде бы довольно очевидно значит по следующей причине что значит это же диск значит он ограничивает диск притягивающий цикл значит можно вдоль границы так его немножко пошевелить чтобы он был вообще чтобы он касался контактной структуры вообще притягивающий цикл он трансверсален контактной структурой вдоль границы если он везде трансферсальный значит можно так покрутить диск, чтобы он был касательный контактной структуры и мы получим перекрученный диск а это запрещено вот здесь мы это запретили значит это теорема теорема беникена теорема беникена что в стандартной контактной структуре в R3 нет перекрученного диска вот все значит циклов нету и на самом деле циклов в графе ЖРУ тоже нету есть такой критерий ЖРУ поверхность вот возьмем выпуклую поверхность ее окрестность тесная значит эта поверхность обладает некоторой окрестностью без перекрученного диска если и только если нету замкнутых разделяющих кривых значит я напомню разделяющие кривые это такие кривые которые разделяют положительную часть графа ЖРУ от отрицательных это вот давайте что-то нарисуем допустим минус 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 такой пример а давайте тут плюс поставим почему нету а внутри можно ничего не рисовать так значит это куда-то втыкается сейчас поймем куда значит эти просто соединены значит тут мы воткнемся куда-то ну допустим сюда так отсюда значит тут знак ой а тут стекла не должно быть а не разных знаков и тут разных знаков вот так сейчас сейчас так вот это куда идет сюда наверно сейчас Хочешь, чтобы внутри ничего не было? Ну, в принципе, не обязательно, но собирался, да, но не обязательно. Что мне нужно осталось? Так, сейчас вот это с этим соединим, во-первых. Ой. А, меня что ли вот так надо соединить, да? Ну, а минус там эта вершина? Ну, да. Этим, седлом, да? Да. О, вроде бы теперь все хватает. Вот какой-то такой пример, давайте расстреляющие крюли нарисуем. Значит, положительный граф Жиру как устроен? Вот у него раз, два, три вершины и они соединены раз, два, двумя ребрами. Раз и два. Больше ничего нет. И он отделен, как бы, двумя разделяющими кривыми от отрицательной части. Разделяющие кривые, они трансферсальные слои и эти слои, они образуют ленты. Так, ну вот, да, вот пример. Разделяющие кривые, да, значит, если есть... Разделяющие кривые, которые должны быть. Да, это тесно, окрестность тесная. Вот, Жиру доказал, что если есть разделяющие кривые, которые ограничивают диск, то найдется переключенный диск в окрестности этой поверхности. Ну и наоборот, собственно, если найдется переключенный диск, то одна из разделяющих кривых ограничивает диск. Вот, значит, это что означает для диска? Ну, для диска это означает, что вообще замкнутых разделяющих кривых нет. И, в частности, что в графах нет циклов в положительной и отрицательной части, просто нет циклов. Вот, значит, прекрасно. Значит, теперь как мы... Значит, мы диск... Значит, здесь число точного бинекена, граница этого диска, равно минус 2. Значит, оно вообще равно количеству как раз вот разделяющих кривых. Ну, потому что каждая разделяющая кривая, она вносит вклад 1-2 в количество оборотов. Это как раз положительное решение к отрицательной. Там, где отрицательной... Ну, когда мы перемещаемся вдоль границы от особенности одного знака, контактная плоскость не крутится. Ну, и там разделяющие кривые. Вот, поэтому его нужно как-то разделить на две части. Вот... Это можно сделать в этой картинке вот так. Добавим к нашей треангуляции ребро. Бижанки. И вот диск... За что нам надо разделить? Мы хотим вот это удалить. Это делается просто... Просто вот... У нас... Понятно. Делишь на куски где-то выпукла. Да. Разделим просто... Чтобы в каждой части осталась одна разделяющая кривая. Это как бы нужно прочертить границы вот этих ленточек. Они лежандровые. И вот... Это как бы будет новый диск. И в каждой части будет одна разделяющая кривая. Вот. Тем самым... То есть мы взяли триангуляцию. Любую. Приблизили ее, значит, лежандрово. Взяли симплексы достаточно мелкие. Чуть-чуть еще докрутили ребра. Чтобы особенности хорошие были. На границе граней. И потом еще доразрезали грани. Чтобы число граня смеется... Так, окей, да? Это вот... То есть их между гранией, может быть, уголок. Ну, воль. Ну... Ну, черт. Пьет? Да, может быть. Кстати, колено запрещает пить. Его полностью у нас строят. А ему не нравится больше пить. А я не знаю почему. А я не знаю почему. А я не знаю почему. Сейчас, момент. Докладчик чуть-чуть выше устрою. Так, ладно, чуть-чуть выше устрою. Так, ну вот. Теперь возьмем одномерный остов контактного полиэдрального разбиения. Сейчас. Такой вопрос. У нас все-таки значительно была треангуляция. Сейчас. За счет чего у нас получается... Так, ты накрутируй его, бра. Я просто не понял, как тут многограники получаются. Ну, мы потом треугольники начали делить на... А, ну, это такие многограники, на самом деле, типа тетрайдера. Ну, да. Взяли тетрайдер и еще на граниках что-то нарисали. Да, я понял. То есть это на самом деле такие... Ну, да. Возможно, они не реализуются. Я не уверен. Как многограники. Да, я понял. Так, значит. Одномерный остов возьмем. Значит, треангуляция. Это граф Ильжандров. Мы, конечно же, хотим, чтобы у него были не на любые углы. Ну, это можно было вот в начале, когда мы ребра, значит, проводили Ильжандров. Можно было добиться того, чтобы между ними были не на любые углы. Так, как его подзначу? Наверное, буква Г нормальная. Потому что я разделяющие ножницы никак не обозначал. Это один остов. Контактного полиэтрального разбиения. Значит, сделаем следующее. Нарастим ленточную поверхность вдоль этого графа, которая касается контактной структуры вдоль этого графа. С. Содерживает гамму. С. Содерживает гамму. С. С. Ставится контактной структуры вдоль. Это можно так сделать, чтобы край этой поверхности был трансферсален контактной структурой. Давайте это поймем. Во-первых, мы две недели назад обсуждали, что если поверхность трансферсальная поле Риба, то прямо в окрестности всей этой поверхности можно выбрать координаты и считать, что контактная форма имеет такой вид. Возможно, сузив эту поверхность, то есть она где-то трансферсальная может быть. В общем, взяв тот кусок поверхности, где она трансферсальная поле Риба. Вдоль гамот она трансферсальная. Вот. Что-то на альфа. Сейчас хочется сказать, что вот это вот С будет? Нет. Хочется... Хочется, чтобы ДС было... Хотим... Хотим... Трансферсально контактной структуры. Трансферсально контактной структуры. Ну, а собственно, это ничего не стоит. Вот. Возьмем любую компоненту границы этой поверхности. Вот, допустим, вот эту. Она вместе с куском графа ограничивает кольцо. Не обязательно вложено, потому что мы вдоль каких-то... Ребер графа можем несколько раз проходить. Ничего страшного. Давайте... Можем построить сначала лежандру в кривую. С такой проекцией. Просто взять интеграл вдоль проекции. Ну, там он, понятно... Мы, значит, сделаем круг. Интеграл от β может не равняться. Давайте посмотрим, чему он равняется. Значит, по теореме Stokes, значит, интеграл от β вдоль вот этой новой границы, вот этой компонентной границы ДС и какого-то куска графа, вот разность этих интегралов от β равна интеграла от dβ вот вдоль вот этой ленточки, вдоль кольца. Значит, интеграл от β вдоль графа равен 0, так как он лежандров. Значит, наш интеграл это вот интеграл dβ вдоль ленточки. Ну, и в частности, чем уже ленточка, тем он меньше, то есть стремится к нулю. Поэтому это нам гарантирует, что мы не вылезем по z из нашей окрестности. Вот. Ну и... А теперь ничего не стоит сделать его, эту кривую, трансверсальной. Надо просто, ну, как бы, к z такую линейную добавку добавить. То есть вот эта кривая, допустим, какая-то гамма, от t. Пусть, значит, пусть гамма от t лежандрова, да? Пусть гамма лежандрова с проекцией... Гамма это вот для жандрова кривая. Гамма от t. Вот в проекции вот это наша компонента ds. Вот. А теперь мы можем написать гамма от t равно... Гамма штрих... Гамма с волной, да? Значит, это гамма... Ну и минус... Значит, что-то зависящее... Сейчас... Ну, то есть по x, y как бы ничего, вот вдоль вектора z немножко все время сдвигаться, главное, чтобы в конце прийти в исходную точку. И, значит, так... Как бы тут знаки... То есть тут как бы нет выбора знака. То есть тут получится трансверсальная кривая в определенную сторону. Значит, я сейчас как бы с этими интеграмами не хочу возиться. Вот на этой картинке можно нарисовать, значит, куда... Ну, коориентация... Контактной структуры... Какую ориентацию на этой кривой задали? Если все ориентации правильно выбраны. Сейчас... Сейчас, подожди. У нас вдоль гамма от t, ну вдоль проекции, да? Да. У нас накручивается z. Да. На площадь. То есть она не замкнутая лежат. Да. Гамма не замкнутая. Надо ее превратить в замкнутую. Да. То есть, да. Мы ее как бы сделали не замкнутую и потом... Да, вот... На эту ступеньку мы медленно снижаем. Да. Медленно. Да. Непрерывно от t эту ступеньку понижаем. И мы все время будем, получается, не касаться контактной структуры, если это гамма, а вот понижаться. То есть трансверсальная. Ну, для этого надо просто взять точку и посмотреть на такую окружность. На такой окружности куда? Какая ориентация? Вот здесь точка положительная, допустим, да. И тут... И тут, допустим, тоже все положительное. То есть, ну, как бы, ариентации все выбраны правильно. Тогда... Сейчас... DZ... Ну, вот, взять вектор, просто вектор 0.1 и подставить его в форму DZ плюс YD или минус YD. Да и получить... Плюс. Да или... Сейчас... Нет, не плюс. Мы подставляем его в точке 1.0. Видите, возьмем метнично окружность. Да, тогда плюс. В точке 1.0, 0.1. Вот. Да. Вот. Возьмем эти ничную окружность. В точке 1.0, 0.1, вот. вот таким образом мы построили поверхность такую ленточку вдоль жандрового графа кривая трансверсальной контактной структуры она еще и ориентирована одновременно если коориентирована контактная структура вот такой смысл вот если эта картинка положительная если здесь поле риба на нас протыкает поверхность переплет это вот как раз вот этот ДС после того как мы его сделали трансверсальный то есть мы можем построить таким вот таким образом мы можем построить ленточную поверхность с трансверсальным краем а да кстати тут просто согласованы до ориентации да хотя мне казалось что там наоборот но мы вроде вот посчитали переплет это просто граница такой поверхности ну только трансверсальный значит а с страница да никто не сказал что переплет должен быть связанным так что вот да первая страница большой книга одна из страниц это с да значит все дальше книгу можно продолжить как это делается почему сейчас сейчас обсудим а почему а давайте можем немножко утолстить нашу поверхность получить такое взять несколько страниц и вот они все будут трансферсальны полю РИБА это будет тело с ручками H содержит страницу S и H вот так расслоена на то есть можно так тебе представлять что это вот H и один из дисков это S это вот DS и поле РИБА тут R С это вот получается тело с ручками я утверждаю что дополнение это тоже тело с ручками это вроде бы очевидно потому что можно по очереди грани двумерные грани добавлять тогда дополнение к этому телу с ручками будет разбиваться дисками и в итоге получится на шары ну вроде да если что-то мы разрезали дисками на и получили шары там низко шаров это тело с ручками по-другому не бывает вот это тоже тело с ручками ну это стандартное доказательство из существования разбиения хегор вот берем триангуляцию акрессия одномерного острова и это всегда будет разбиение хегор тоже тело с ручками оно тоже расслаивается на поверхности S почему вот давайте рисуем какую-то грань которые мы собираемся добавить так интересно как это рисовать но я на всякий случай я рисую это покрупнее дальше идет вот мы собираемся добавить сюда условно нарисую не буду тут геометрию соблюдать вот двумерную грань сюда добавим что-то тут интуитивно вот и тут такая вот двумерную грань которую мы собираемся добавить значит давайте обратим внимание как переплет пересекает границу двумерной грани значит Ds пересечь ну тут строго говоря не ну давайте просто давайте D потому что мы чуть-чуть толстиле так будет более корректно написать значит смотрите значит смотрите наша леточная поверхность она примерно касается ну почти касается контактной плоскости а ну там вот внутри сидит наша леточная графа а значит граница двумерной грани она не леточная и это это кусок собственно нашего графа граница двумерной грани это кусок нашего графа и значит вот сколько раз вот эта плоскость крутится относительно нашей грани это и число толстиной беникена и мы потребовали чтобы оно было равно минус один это означает что ну там вот мы просто можем считать ну там можно было ну мы можем добиться чтобы пересечение вот это было минимально по количеству немножко пошевелив вот ну все-таки два полный оборот один да но мы как бы мы плоскость один раз перекрутили ну как бы вот если мы вот мы крутимся один раз пересекли сделали пол оборота и еще второй раз то есть как бы у плоскости две половины правая и левая и мы каждые должны пересекли можем считать что две точки пересечения и это позволяет нам продолжить значит строить расслоение по индукции значит вот сейчас давайте это поймем была какая-то картинка в голове не забыл что-то я забыл базу индукции что тут можно считать базой индукции когда мы все порезали что ли ну да если вот мы сделаем все разрезы у нас там то что а мы два раза пересекли потому что мы не обходим гарантии внутри сидим да ну типа мы вот так идем и так сейчас пока не понял ну я имею ввиду что как бы ты говоришь что с одной стороны и другой другая сторона она как бы она может как бы представление о том что ты обкручиваешь вокруг границы один раз ты идешь пересекаешь и вот условно пересекаешь продолжай с ну сейчас да давайте какой-то такой дурацкий пример если лежандрова кривая просто как бы замкнутая кривая то с выглядит как такая ленточка да которая как-то тут прокручивается так я тут надо нарисовать левый винт возможно у меня это не получилось это вот антикопороз для венточка вот если мы сюда вот диск вставим у нас будет две раз и два две точки пересечения с диска ну а то есть у нас мы совсем с ну совсем с вот получается две с так какая здесь база индукции значит идея такая разрежем по всем дискам ну или по части их там очевидно как куда продолжить с аж вот у нас есть расслоение книга в аж есть дальше дополнение порезать по дискам должно быть очевидно как это сделать у меня в голове сейчас нет картинки для базы индукции и и шаг потом то есть потом мы будем диски по очереди наоборот добавлять и строить сейчас не наоборот убирать 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 потом мы обратно это мы по ним разрезать потом мы наоборот их вставляем и строим открытую книгу на том что получится вот вот ладно значит начну тогда с шага потому что базу не помню вот значит мы теперь я ту же самую картинку рисую наоборот наоборот да почему-то в голове так почему-то вот тут диск значит и ну давай читать что это как раз и есть дс силуэт этой картинки это и есть дс вот как раз в двух точках и у нас уже построено построено расслоение на чем видимо если вырезать диск как как его обратно склеить такие диски они еще называют продакт диск они встречаются много у кого там у габая еще то есть диск который пересекает шов в двух точках можно разрезать а потом обратно собрать благодаря этому свойству сейчас у нас вот если разрезать по этому диску да то вот если вот на ту картинку смотреть на ту шар нарисован да условно как бы там не обязательно этот верхний диск будет содержаться страница но у тебя верхний диск это как бы какая страница сейчас верхний диск вот на этой картинке вот на правой доске нет 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 для вид вот здесь это же как раз шар ну и хорошо как бы на слое ну это вот это 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 которое да я имею ввиду что условно вот это вот дополнение вот каждый шар вот так расходен он же не так расходен шар да ну я имею ввиду ты же разрезал по диску я что-то я что-то да я не могу понять логику я как бы сказал то что как бы вроде бы должно быть так но я не буду представлять себе сейчас не знаю как там шар надо разобраться сейчас просто я правильно думаю что это такое опять же пельмень да вот здесь который идет вдоль ds вот на этом диске у тебя это не страница этот диск диск нет да это конечно не страница то есть это как бы какая-то вот типа на нем какое-то свое получается слоение с одной стороны с другой на нем высекают вот эти вот страницы книжки их надо скрыть скрыть или что они это вы пытаетесь понять просто все-таки видимо база нужна окей да сейчас скажем так и мы 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 А вот на самом H, на этой картинке, которую мы построили, где уже есть расслоение, там есть какие-то выделения вот таких квадратных дисков? Может, на них посмотреть? Там ничего нет. Там внутри нет. Все диски снаружи живут. Нет, я понимаю, но я не говорю, мы можем искусственно разрезать? Нет, это тривиально. Значит, если мы дополнение разрезали на шары, то есть к этой диске, вот к этой штуке, штуковине просто нахлопучены шары. Да. Ну все, это она как бы, она вместе с шарами, и можно себе. Я неправильно говорю? Ну вот, если мы дополнение разрежем. А, если мы дополнение разрежем? Да, мы дополнение. И мы эти шарики собачим к этому? К этому, да. Вот оно, какое было, такое и есть. Ну, как бы мы не продолжили внутрь пока. Вот продолжаем просто. Ну, да. Ну, если к этой штуке вот, скажем, шар прилепить к бородам, ну, туда можно же продолжить. Это все равно будет то же самое тело с ручками. Да, хорошо. Типа мы просто их собачиваем и продолжаем. Ну, сейчас. Просто как-то эти слои-то идут из вот ДС, ну вот и собачьи туда бородам какую-нибудь. Да, я боюсь. Я что-то не могу понять, что происходит. Логически-то да. Вот какое-то слоение вместе не очень понятно. Спасибо за внимание. Спасибо. … Спасибо. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok На нём нарисовано Ds Да Вот про это вы думаете Вот у нас из границы H нарисовано Ds Это наш шов Да Ну как бы всё погабарим Да Это наш шов Дальше мы вставляем product-диски, которые пересекают этот шов в двух точках И в конце получаем разрезание на шары где у каждого шара на границе нарисована кривая одна И мы и когда ты вставляешь product-диск тоже начинается изменение шва Да Да переплет не меняем вот здесь это всё это окончательный переплет Ds да? Переплет окончательный или самый окончательный просто просто как бы вот в этих шарах у нас это как бы на шарах Ds это не Ds ну везде да да а потом обратно это всё ладно мне кажется это какой-то стандартный кусок кабаевский мне кажется его тут сейчас неправильно разбирать подробно ну там некая картинка с двумерным диском которую я почему-то забыл записать где-то полторы недели назад представлял а сейчас уже не помню ну там он написал те плюсы минусы как там всё перестроят т.е. он идёт вот да ну в общем да габарь грубо говоря т.е. мы вообще что в принципе не делаем нам просто слоение построить с таким вот швом т.е. это как бы стандартная конструкция да давайте считать так в это сейчас лезть не будет нам ничего и не надо т.е. у нас единственное мы вот этого добивали чтобы это был кладок 10 т.е. кладок 10 да число тёжественного беникена равно минус 1 ровно для этого да именно для этого хорошо т.е. это какой-то простейший случай на самом деле с габарь простейший простейший случай потому что там сначала он режет по дискам таким а потом еще по не сжимаемым поверхностям еще что-то я понимаю я имею ввиду что я думаю что это не габайт даже мне кажется может быть у стоиксов были такие диски я не уверен надо их поднимать вот ну вроде бы такая идея как это строится но стандарт ну ну сразу по всем ну можно можно по всем можно по всем они же не пересекаются да т.е. когда мы разрезаем по такому диску значит мы на что это заменяем на такие две штуковины да да и шов как идет где-то тут вот это надо добавить да в порядке я ее помню ну понятно ну там как-то от ориентации зависит ну надо сказать что F- что R- тут они в стрелочке разные стороны направлены назови что-нибудь F- значит у тебя F- правильно они кстати отличаются что что R- ну пусть а и тогда все вот мы с таким переплетом в объединении шаров построили тривиальное расслоение на диске а потом мы их склеиваем ну тут написать картинку как это сделать хорошо давайте тогда дальше пойдем ну так и мне кажется может быть на гавайи насылаться на кого-то до него просто гавайи слоение строил хотя он расслоенные узлы тоже строим может где-то угабайта тоже есть такой случай расслоенные узлы короче да может быть даже в той же работе как строить расслое узлы вот и вот а расслоенный узел это и есть открытая книга что я имею ввиду что мы там ничего не накрутим ничего не накрутим где накрутим в окрестики у нас там должно быть так окей значит вот как-то можем продолжить вот эту такую тривиальную такую тривиально открытую книгу в дополнение используя вот это свойство что дальше ну вообще-то мы хотим доказать что наша контактная структура ну не совместна с этой контактной открытой книги но ну и за топом совместной контактной открытой книги вот короче книгу построили да вот книга вот это утверждает что это обладает свойством что она вдоль С касается сердцевины С вдоль С касается контактной плоскости ну хорошо у нас есть какая-то открытая книга мы две недели назад строили контактную структуру с которой это открытая книга и кто там с кем кто я забыл совместно в общем да у нас уже есть некая контактная структура которая совместность а есть наши изначально ну то есть нам нужно доказать что они эти две контактной структуры изотопны вот все что нам нужно сделать ну можно считать что они просто совпадают внутри раш ну потому что потому что мы так грубо говоря потому что мы так строили ну на это нужно конечно отдельно доказывать ну вот мы доказывали что это контактная структура единственная грубо говоря потому что наша контактная структура совместно с этой открытой книгой внутри аж по построению мы просто так построили что она совместно и вот мы там обсуждали как тогда вот их если обе совместно как их соединить путем ну в общем можно это сделать для аж просто я утверждаю что можно считать что на аж они совпадают да можно считать что на аж они совпадают но это некое вообще говорят это надо доказывать так просто взмахнуть нет это нужно доказывать и колено это делает ну тут как бы все то как бы идеи это новых нету да то есть вот у нас уже есть способ как их соединять надо какие-то слова сказать про край что вот если мы ту контактную структуру которая совместно со всей этой книгой пошевелим внутри аж чтобы она стала этой то она останется изотопной то она останется совместно со всей этой книгой а зачем нам это делать давайте шевелить лучше данную может быть может быть лучше шевелить данную катактуру правильно надо из этой первой данной катактную структуру чтобы она совпала с этой внутри аж и так у нас просто есть ограниченные условия грубо говоря это единственное что нас немножко ограничивает надо суметь пошевелить так чтобы на границе все было хорошо там-то у нас многообразие было замкнуто и мы соединяли вот это единственное как тут такой момент с которым нужно разобраться ну обычно это как бы происходит так нужно нужно просто добиться чтобы две контактные структуры на границе аж высекали одинаковое слоение и все и тогда проблем нет тогда можно высекать тогда можно соединять дальше вот нашу исходную катак структуру можно вообще не трогать вот главное чтобы они одинаковое слоение высекали а вот прошлый раз я говорил да что контактная структура в окрестностях поверхности полностью определяется слоением которое она высекает нужно теряем жир вот а почему можем считать что у них одинаковые то есть мы сейчас границу палатория рассматриваем как ну тело с ручками тело с ручками тело с ручками как поверхность выпуклой поверхности да как выпуклую поверхность значит какое значит разделяющее множество в этой выпуклой поверхности должно быть разделяющие давай логику еще раз вот про значит мы поставили эту венкель кем-то развою да тело сниженную штуку значит смотрим на полотно для нее она поверхность будет тоже выпуклой ну сейчас по определению по определению да ну или не по определению ну будет выпуклой и типа мы смотрим на слоение которое высекает обе хотим сделать чтобы оно было одинаково а тем чтобы было то есть это имеет ценность это не сложная работа дело в том что можно показать что если сделать ну вот относительно короче она по-моему уже выпуклой что разделяющее множество это дается надо показать что у них одинаковое разделяющее множество а как только у нас есть одинаковое разделяющее множество телема жиру говорить что тогда можно и слоение сделать одинаковое чуть-чуть пошевелишь вот ну почему ну давайте почему наши исходные контактные структуры ДС это разделяющая новость ну более-менее по построению потому что ну вот как бы вот одна половинка тела с ручками граница тела с ручками с положительной ориентацией другая с отрицательной ну и вот вот сделаем эту картинку с особенностями да последний может со смейла сделаем все положительные особенности будут сверху жить все отрицательные снизу а между ними набор лент как раз ну и вот оно и разделилось буквально ну это так как бы идея честно а для совместной это как-то типа я уже забыл для совместной это автоматически переброс будет выделяющим множеством да мне так кажется ну будет ли она выпуклая ну там же тоже вот эта картинка она выполнена и для совместной там тоже есть поле либо более-менее все то же самое вот эта картинка она вот одинаковое разделяющие множество одинаковое одинаковое слоение а значит вот можно вот ту конструкцию применить вот я не помню говорилось ли про слоение совместной контактной структуры нам в чем-то вот таком какое-то там слоение какое-то разное может быть нет я имею ввиду что разделяющие множества мне казалось у тебя последний было конечно ну а тут но там то же самое вот у нас есть поле либо сделаем слоение морса смейла опять все положительные сверху отрицательные снизу потому что поле либо есть которая все 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 основные здесь автоматически вот то тоже самое нет ладно я что-то не уверен что они автоматически выпукли небольшие сомнения есть не зачет но можно сделать хорошо вот окей то есть делаем одинаковое слоение на границе значит соединяем с помощью вот части про единственность теремы жиру то есть продолжение теремы просто Винкеркемпера про единственность контактной структуры которая совместно с открытой книгой применяем эту конструкцию и на h можем считать что они совпадают а в окрестии границы можем сделать совпадающими вот значит осталось показать что и снаружи они совпадают но тут нас как бы те же самые диски выручают во-первых вот мы сделали чтоб они высекали одинаковое слоение на h на границе h также 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 мы можем сделать чтобы они высекали одинаковое слоение на дисках ну потому что какая может быть разделяющая кривая на диски мы обсуждали что значит у границы числа торстве беникина равно минус один значит разделяющая кривая на этого для новой тоже для первой этой старательной добивались для новой построенной это тоже выполнено так как из числа торстве беникина разделяющих поваряток дуга ну она разделяет как раз там как бы соединяет одни и те же ребра треангуляции это дуга, что и для той, потому что где перекрут происходит с плюса на минус это чисто все на границе, где они, контактные структуры совпадают. Та же самая дуга, в общем, а значит то же самое состояние можно сделать. Я хочу сказать, что они можно считать, что они высекают одинаковое состояние не только на границе H, но и на дисках тоже можно добиться. Ну, потому что диск, ну там нет вариантов. Если число тоже, что на бенекене, на минус один, то... Короче, на вот этих гранях треангуляции, условно, треангуляции, граник многогранной штуки, они тоже выглядят одинаково. Да. Ну, или их может быть... Они, в принципе, все одинаковые, но их тоже надо типа... шевелить. Слоение... Можно пошевелить, так, чтобы были... То есть, опять теорема Жеру? Теорема Жеру плюс, я думаю, Грей тоже, потому что мы сначала шевелим диск, чтобы слоение было то же самое. Ну, ясно, да. Диск обратно. А может быть, Грей не нужен? Ну, и скорее всего... Ладно, в общем, мы все хотим свести к теореме Ильяшберга. Пусть... С1 и С2 контактная структура в трёхмерном шаре. Тесная контактная структура. То есть, нет переключенного диска. Тесная контактная структура в трёхмерном шаре. Они высекают, и пусть они высекают одинаковое контактное слоение на границе шара. Тесная контактная структура. Тогда они одинаковые. Ну, то есть, существует дефиоморфизм шара. Давайте немножко эквивалентно. Существует дефиоморфизм шара, который сохраняет сохраняет слоение и переводит одну контактную структуру в другую. Ну, то есть, они и затопны при этом, потому что дефиоморфизм шара сохраняет ориентацию, и поэтому он и затопен тоже здесь. В общем, они и затопны. Если они уже совпадают в окрестностях границ шара, то можно считать, что они просто... что дефиоморфизм торжественны. Торжественны в окрестностях границ шара. Вот к этой теореме, в том числе. Что нам осталось, чтобы эту теорему применить. Ну, кроме... Тут есть некие технические детали, что вот мы... Вот у нас дополнение каши это тело с ручками. Мы его режем по дискам. По дискам у нас получается, конечно, в итоге шар, но... С углами. Да, с углами. Ну, тут надо какую-то еще теорию дополнительную развитию еще нужно как-то вот эти углы сгладить и перейти к внутренности. Ну, то есть, как-то доказать, что если две контактных структуры высекают одно слоение на такое поверхность с углами, то все равно верно, что некоторые окрестности, они... Ну, и затоплены. Маленький шар будет. То есть, на шаре близко к этой будет одинаково. Да. Тут надо тоже чуть-чуть поработать. Ну, как бы, вроде бы не видно, где тут могут быть препятствия. Вот. Нам, чтобы эту терему применить, нужно доказать ровно один факт, что... ну, точнее, даже два, что эти... вот эти контактные структуры, которые мы сравниваем, что они тесные. на дополнение к H. На дополнение к H. может составить не в час. А, не, 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 сейчас, почему к H. Каждый из местных это шары многограники треангуляции. Ну, да, хорошо, да, 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 вот в этом шаре, вот когда мы... да, вот в этих шарах... А, сейчас. А, можно считать, что... А, зачем городить огород? Можно сказать, что просто порежем на шары, да? Давайте разрежем просто на шары. И в каждом шаре они совпадают, да? А, действительно, что-то ясно. Нет, просто у нас шары, это же куски, где... Да, 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 да. А, ну да. Сейчас. А, мы для каждого шара применим антирекулы и ряжем. Разрежем просто на исходные тетради, которые были, вот это вот на эти шары разрежем, да? По всем дискам вообще. А, действительно. А у нас не по всем ряжем? А, ну да. Мы всегда лезли. По всем рецептам. У меня еще думал, у нас скорее какая-то грань распадалась на несколько дисков. Нет. А, да, естественно. Ну вот разрежем по всем дискам, получим шары. И в каждом нам нужно... Значит, так как у нас, да, карты Дарбу были выбраны, это вот условия контактового калийдрайного разбиения. Тесное. А, все, круто. А, вот это значит, почему тесное... Короче, второе, которое тесное, которое построено по открытой книге, и это следует из того, что на границе H, разделяющей множество, оно... Ну, сейчас... Оно... Это вот граница H, разделяющая множество, нету... Нету... Мы это как-то обсуждали раньше или нет? Нет, это не обсуждали. Тесность. Нет, тесность мы вообще не обсуждали. В общем, да, действительно, для одной контактной структуры тесность выполнена по построению триангуляции, а вот для второй тесно следует... Это как бы отдельная теорема... Жеру... Нет, а что, значит, у нас она тесная внутри шаров. Это, типа, есть какая-то... Но она... Почему она вообще тесная? Да. Внутри H хотя бы. Да. Внутри... Ну, дополнение H, вот вторая, почему тесная. Сами-то изначальные контактной структуры, для которых это все доказывается, они изначально могут быть не тесными. А, все, хорошо, вот это. Ты говоришь, да. То есть, надо доказать, что вторая, Винкелькепта тесная. Да, что она тесная. Ну, это, грубо говоря, доказательство, что у нас есть практически произведение поверхности на R, и там такая вот инвариантная... контактная структура. Ну, это отдельная работа. Жеру... И он доказывает, что она тесная. Так как у нас разделяющее множество, вот так хорошо устроено... А, вот это у той структуры, которая построена совместно? Да. Которая совместно построена, она тесная. Она... В принципе? Или нет? Или на шарах? Каш. Она тесная на дополнение каш. И в Аш тоже тесная. На дополнение каш. На дополнение каш. На дополнение каш. Построенная... Построенная контактная структура тесная. Ну, это... Это... Есть работы про классификацию контактной структуры в телах с ручками. Грубо говоря. Вот. Это отдельная песня. Вот. Что в которых мы не знаем? Нет. Там... Это как раз легкие работы относительно. Не сложно. Не сложно доказывать. Так. Ну вот. Вроде бы мы достигли конца. Но пропуская неизбежно детали. Многие... Так. Что? Я какие-то еще вопросы может быть есть? Что-то еще надо было сказать? Подытоживаем и... Значит. Взяли. Да. Построили такую реангуляцию совместную с контактной структурой. Политеральное взбиение. Значит. По нему построили такую структуру. И она оказалась изотопно-совместной. О. Книга. Так. Книга. Я думаю, здесь стоит обратить на следующий момент. Вот. Доказательство вообще существования книги. Да. На трехмерном многообразии. Это не супер. Как бы простая теорема. Угу. Угу. И... В данном случае контактная топология предлагает какой-то такой прикольный путь это доказывать. Угу. Угу. То есть вот контактная структура, она вот обеспечивает... Вот эта конструкция про окрестность одномерного родства. Это стандарт. Это ещё разубьение Егора. А тут вот контактная структура ещё вот, на границе этого тела с ручками, еще вот указывает набор кривых Ds. Который, получается и переплет, из-за, то, что на беннекене. И вот получается вот так доказать, что открытая книга. Это как бы такая калибровка, что нам говорят. Контактная структура говорит, что делать с этим островом, кого там убирать, где искать эти кривые. Она скорее говорит, как тут разбить грант, что добавить. Да, она говорит, что добавить. Спросите, больше мы особо ничего не делаем? Здесь контактная структура играет существенную топологическую роль на некоторых этапах и дает открытую книгу. Есть какие-то доказательства существования открытой книги, и они, я бы не сказал, что они проще, чем это. А там как убирают цены? Нет, там вообще, какие-то там, возьмем разветвленные накрытия над узлом, смотрят их в лесное и что-нибудь сделают там. Ну, там какие-то такие цены непрямые. Нет, вот в общем, вот это, мне очень нравится, доказательства именно существования открытой книги. Вот, да, то есть контактная структура указывает набор разделяющих клевых, и это и есть переплет. Сейчас, значит, оригинальное доказательство, сейчас, доказательство первое, что они открыты к книге. Книги это Александр. Да, я даже, по-моему, смотрел, там, там, ну там не было, по-моему, там разве были разветвленные накрытия? Мне кажется, нет, у него не было. Нет, там не было, там будет что-то посмотреть, что происходит. Мне попадались просто какие-то статьи, типа вот эти, короткое доказательство существования. Сейчас, там. Да, надо посмотреть, какие там руководящие, скажем, линии в факте. Да, тут вот, вот так. А кто писал вообще про вот это вот существование открытых книг? А кто ещё писал? Про существование открытых книг? Ну вот Александр, теорема Александра, изначально. А. Вот там, там без, там без, там что-то вот, как бы работа идёт чисто, там вот ищется зацепление, да, нет, и всё. И дальше, там оно вот специально подкручивается, это правда. Александр, да. Александр, да. Надо посмотреть. Да. Тут вот ещё такое доказательство. Да, ну и, когда открытая книга построена, то вот уже, нужно доказать, что две контактные структуры одинаковые, и это тоже вот техника, и жиру с разделяющими кривыми работает, и теорема Алиашберга. Ну, деталей технических много, и, то есть, никто это нормально так и не записал. Так и есть. Из-за углов в том числе, потому что про углы обычно в литературе никто не пользуется этим, а тут вот именно с углами нужно. Ну, всё, наверное, я как-то думал, что ещё про стабилизацию пару слов скажу, но всё, ну, в следующий раз тоже про стабилизацию. Всё, на сегодня. Всё на сегодня. Окей, а в следующий раз ты продолжишь. Что ещё планируется? Ну, про стабилизацию надо, да. В следующий раз, ну, давайте скажу, во-первых, мы просто определим стабилизацию открытой книги, чисто топологическое. Во-первых, мы скажем, что такое положительная стабилизация, докажем, что контактная структура совместная с этой открытой книгой та же самая после положительной стабилизации. Вот. Я пока доказательства не смотрел, что если две открытые книги совместны с одной и той же контактной структурой, то они отличаются последовательностью положительных стабилизаций. Оно тоже занимает абзацы той же самой длины, что и вот. Вот эта теорема. Вот, про стабилизацию, новая теорема. В докладе жиру. Да. Да, да. Она занимает абзацы той же самой длины, что и теорема, которую мы разбирали сегодня. Но я еще ее не смотрел, так что я покажу. Как что она развеется? Я не думаю, то есть я не уверен, что мы сможем обсудить, но тем не менее. Я думаю, да, в следующий раз будет последний. Последний раз про стабилизацию. Ну, что-то мы докажем точно. И там есть какие-то интересные топологические средства, которые не были известны до этого. Например, я так понял, что до жиру не было известно, что любые две открытые книги на одном многообразии отличаются последовательностью стабилизации положительных и отрицательных. Жиру пишет, что это он доказал. Я открыл работу Харрера. Действительно, Харрер там, у него там еще одно движение есть. У Харрера же никакая работа. Харрер? Ну, вот он про... То есть, как бы эти открытые книги как бы Столлингс вел и стабилизацию вел. А Харрер потом еще говорит, а вот любые две книги отличаются такими движениями. И там в какой-нибудь стабилизации есть еще одна. А Шарру говорит, что не надо. То есть, очень как-то там интересно. В общем, про следствия в следующий раз еще скажу. Теорем, может, не разберем. А Столлингса какая работа? Констрактинг, файберд, нотс, как-то так называется. Тоже очень короткая. Ну, Столлингс очень понятная работа. Ну, это конкретно я не понял. Ладно. Ну, все, тогда мы сидим.